Владимир Александрович, мне очень рад, что вы все-таки встретились. Взаимно. И сначала чашечка, помните, мы вам подарили чашечку. Именная чашечка. Она стоит на этом месте, поэтому ждет вас. Протирайте хоть иногда. Спокойно. Все, видите, специально все происходит. Вот так вот. Тепленькая чашечка. Настоящая чайная церемония. Так что... Мне доводилось видеть это в Китае, конечно. Утренний чай. Спасибо, как говорят в Китае, СССР. Да. Очень хочется с вашим участием организовать серию съемок, которые под общим названием «Курсы повышения качества жизни». Я думаю, что людям будет это интересно, и у нас действительно большой потенциал. Зоя приехала с переполненной своими впечатлениями, Максим Кришневский много чего может рассказать о ведической культуре. Я могу рассказывать о методике такой, как лечебной китайской гимнастики, которая как метод может помогать людям восстанавливать здоровье. И это надо как-то в систему какую-то сделать, чтобы небольшими роликами, сюжетами, но все это как-то объединялось в единый материал. И те люди, которые вовлечены уже в процесс занятий или приходят к нам, мы уже с ними общаемся, уже процесс идет. Но большая часть коллектива пока еще, как бы мы не имеем с ними непосредственного взаимоотношения. И мы надеемся, что когда они смогут эти материалы просматривать, как бы льды начнут растапливаться, доверие будет увеличиваться, что-то из теоретических материалов. Поэтому мы очень надеемся, что какое-то время у вас будет появляться, потому что это лучше, чтобы было в режиме диалога, чтобы задавались какие-то вопросы, чтобы было какое-то понимание. И тогда это все будет значительно информативнее, и потом тот потенциал, который жизненный опыт, который есть у вас, все это будет преломляться и будет наиболее качественный продукт. Как вы на это смотрите? Я, во-первых, согласен, а во-вторых, хотел бы предложить тогда модель, которая на сегодня уже себя зарекомендовала с положительной стороны. На телеканале «Культура» был цикл передач под общим названием «Полиглот». Предполагалось, что зрители и участники этого проекта за 16 занятий серьезно продвинутся в знание английского языка. Дмитрий Петров такой, значит, новатор, разработавший свою систему изучения английского языка. По-моему, порядка часовых или 40-минутных роликов. Регулярные эти ролики? Их было 16, они на сегодня в нарушении закона о защите авторских прав в Ютьюбе, их можно скачать. Значит, ну, с перерывами на выходные они выходили на протяжении нескольких недель. Каждый следующий ролик начинался с того, что Петров говорил, какое это занятие, и я считаю, что нам это тоже целесообразно будет сделать, чтобы последовательность цикла соблюдалась. Если мы сможем снять одинаковые по хронометражу вот такие вот программы, вы сами определитесь, сколько их будет, пронумеруем их, значит, и дадим возможность нашим сотрудникам, а может быть, даже и просто россиянам и жителям планеты Земля, значит, ознакомиться с этим материалом, то свой христианский долг мы исполним, да? Ну, в общем, материалы же сайта, они же в Ютьюбе вывешены, поэтому это же не только для сотрудников будет, а для остальных. Просто в таком случае, принимая с вашей стороны вот это предложение, я тогда хочу только такое предложение внести со своей стороны, что вот именно в таком режиме нескольких последовательных взаимных передач мы с вами можем осветить конкретно лечебно-оздоровительную методику, вот такую китайскую интегральную гимнастику, которую я здесь преподаю для сотрудников, она состоит, она очень простая, эффективная, и наша с вами тогда будет задача в течение трех месяцев регулярно с вами заниматься по этой методике и делать короткие сюжеты, в которых будет объясняться конкретно как, я буду вам объяснять, вы будете задавать вопросы, мы будем все это дело снимать, в результате вы будете конкретно видеть, какие результаты у вас происходят, вы будете об этом рассказывать, и тогда это получится действительно тот материал, типа самоучитель, ну, конечно, целиком и полностью люди не смогут воспользоваться, сами обучиться, но как справочная информация для тех, кто уже прошел обучение, он всегда будет, и очень, то есть в Китае всегда говорят, что нельзя заменить общение человека и человека, то есть ни через видео, ни через скрингу, с нуля освоить невозможно, но как справочную информацию, потом восстановить в памяти, если ты прервался, это будет очень полезно, и, во-первых, мотивирует человека к тому, что он поймет, что это не какое-то, что цигун у многих очень искаженное представление, что это что-то заоблачное, какие-то сверхъестественные способности, там ради этого только стоит заниматься, просто цель достижения здорового долголетия, элементарных навыков, саморегуляции. Да, давайте, опять же, в той самой программе «Полиглот» была такая хорошая история, связанная с тем, что давали отдельный материал к занятию, да, то есть в форме там таблицы, если вы сможете из своего материала, который у вас, наверное, дома есть, какие-то рисунки, таблицы. Можно. Да, значит, давать в эти же ролики, это будет очень хорошо. Самое главное, что я готов констатировать на сегодняшний день, то, что нам сказал вот этот китайский врач, учитель Генлаушева, заводов в Китае, он сказал, что три месяца регулярных занятий по этой методике достаточно для того, чтобы, а, человек полностью понял принципы осуществления этой внутренней работы, чтобы полностью загрузился метод, передаваемый от человека к человеку, и единственное условие того, чтобы вы потратили какое-то время и силы внутренние на его усвоение, то есть чтобы у вас появилось желание, и вы нашли время. И тогда в течение трех месяцев я гарантирую того, что вы полностью освоите этот метод до такого уровня, что вы можете сами заниматься, я вам уже буду не нужен, вы можете самостоятельно выполнять все эти упражнения, понимать смысл их, и более того, за эти три месяца вы кардинально измените состояние вашего здоровья. И в том случае, когда вы сами пройдете этот путь, вы сможете уже от своего имени, как бы, все комментарии людям дать, и тогда лучшей мотивацией быть просто невозможно, потому что перед нами поставлена задача работать с ответственными сотрудниками, а вы, можно сказать, входите в топовую, в элиту компании. И когда вы на себе это ощутите, может быть, тогда больше интерес будет проявлен со стороны все-таки каких-то наиболее занятых людей, потому что сейчас средний состав структуры очень активно открытываются, люди занимаются и по утрам, в 7 утра приезжают, и после работают, и днем, но топовые сотрудники, они пока не могут, видимо, ну, понятно, занятость, там, так далее. Надо же задача с вами показать, что, как на этом учитель сказал, два часа позанимался, четыре часа поспал. Если ты нашел в себе силы приехать с утра позаниматься или вечером позаниматься, ты увидишь, как это дает силы самочувствия, и не то, что ты гробишь, как бы, себя очередной какой-то задачей. Поэтому вот этот нам, если мы сможем с вами этот путь пройти и все это документально зафиксировать, тогда лучшей мотивации, наверное, не придумать. Ну, если я, по-вашему, интересен как мотиватор, я готов предложить свое бренное тело и время для того, чтобы этот проект реализовался. Три месяца ежедневных занятий? Мы с вами должны заниматься в режиме три раза в неделю совместно, и каждый день вы там перед сном делаете одно упражнение, и постепенно, по мере запоминаниям, будете добавлять. Но каждый день вы должны обещать то, что вы будете делать одно упражнение хотя бы там в режиме получаса, перед сном, чтобы успокоиться и хорошо спать. Обещаю. Спасибо вам большое. Тогда я считаю, что сегодняшняя беседа прошла на высокой ноте, и мы будем вам рассказывать о наших достижениях. По скриптам, да, в некотором смысле. Дорогие коллеги, я хочу сказать, что на самом деле жизнь на планете Земля – это удивительная штука. И работает все. Очень многие люди находят для себя какие-то уникальные методики, теории, практики. Некоторое время назад отмечался достаточно широко юбилей известного такого русского человека Порфирия Иванова, который разработал свою методику. Называется она «Детка». Значит, имеет своих последователей, людей, сразу же заметных на улице, по длинным таким бородам у мужчины и, значит, невинной простоте в облике женщин. Методика очень простая с точки зрения ее построения, очень эффективная, но в то же время очень сложно реализуемая в урбанистическом мире, в городе. Многие берут из нее только обливание холодной водой с утра, с головы до пят, но делают это в ванне. А Порфирий Иванов считает, что необходимо при этом стать босиком на траве, на земле, ходить босиком там, вот он, да, все время, да, там в «Детке» написано, что и плевать нельзя, там подо все подведена теория. Поэтому я считаю, что если есть практики, которые позволяют в домашних условиях эффективно повышать свой уровень жизни, как заявлено было в анонсе, да, надо этим воспользоваться. Не в каждой корпорации появляются лаборатории гармонизации потока, я думаю, что кроме как у нас это... Значит, я хочу сказать, что это не эксперимент, это просто большая удача нашей корпорации. Поэтому спасибо большое за все, что вы делаете, спасибо за чай. Субтитры сделал DimaTorzok